Здравствуйте! Это программа «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волынец. Вчера мы все отмечали 75-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. На начало этого юбилейного года Министерство труда и социальной защиты обнародовало следующие данные. На 1 января 2020 года на территории нашей области проживало чуть более 3,5 тысяч человек, очевидцев и участников этих событий. Из их числа непосредственных участников боевых действий было 770 человек и 2700 бывших узников концлагерей. Накануне 75-летнего юбилея победы всем гражданам из этих категорий была оказана материальная помощь в соответствии с указом номер 491, который президент подписал еще 30 декабря 2019 года. Стоит отметить, что поддержка ветеранов в нашей стране носит не разовый, а систематический характер. Это повышенный размер пенсионного обеспечения и другие формы материальной поддержки. Но самое главное – это наша память и всеобщее внимание. Сегодня поддержкой ветеранов занимаются различные общественные благотворительные организации, волонтерские движения. Говоря о празднике Великой Победы, мы помним не только о живых, но и отдаем дань памяти павшим. На 1 января 2020 года в Гомельской области на государственном учете состояло 1119 воинских захоронений и захоронений жертв войны. Только в прошлом 2019 году на их ремонт из областного бюджета в соответствии с государственной программой на 2015-2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн было направлено 484 406 404 рублей и отремонтировано 75 объектов. По учетным данным, в этих захоронениях покоится прах 187 тысяч воинов. Имена 55 849 неизвестны. Работы по установлению этих неизвестных имен постоянно продолжаются. К моменту 75-летнего юбилея Победы было установлено и нанесено на мемориальные плиты 4078 имен погибших. Такое отношение к славе и памяти о ветеранах, присущих всему белорусскому народу. Как отметил председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей, биографии ветеранов Великой Отечественной войны – это яркие примеры доблестного, самоотверженного служения Родине. Мы свято чтим и тех, кто сложил голову за победу, бережно храним память о героях войны и передаем ее детям и внукам. Пока мы живы, будем помнить. Пока мы помним, будем жить. С праздником Победы вас, дорогие гомельчане! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова